привет девчонки давайте сделаем с вами сегодня маникюр с трафаретами у меня вот такие на них три раза нет четыре даже разных мотива еще 4 для френча очень мне нравятся трафареты и результаты которые с ними получается но не у меня я почему-то с ними не дружу или они со мной в очередной раз попыталась сделать вот на указательном пальце все практически получилось потому что трафареты мягкие хорошие хорошо прилегают но он решил забрать с собой кусочек моего лака поэтому пришлось подкорректировать давайте вам покажу способ более легкий для этого нам понадобится мат ну или в принципе подойдет кулек или какой-нибудь даже мат для для выпечки неважно главное чтобы он был силиконовый снимаем наш трафарет разрезала пополам потому что они большие а ногти у меня маленький так и клеим вот сюда теперь берем спонжик и лака кстати что у меня уже на ногтях есть на ногтях у меня база пилов как обычно потом p2 такой color victim номер 207 стоми такой бежевая серый с бронзовым микро микроблеском если видите и коричневый от essence этой старой серии color to go они уже сейчас по-другому выглядят вот вот так вот они выглядят этот цвет у меня 33 just in case коричневый с перламутром наносить мы будем лак спонжиком мне так больше нравится меньше вероятность того что куда-то затечет и если лак сперламутром то не будет разводов полосок как обычно это бывает сперламутровыми лаками наносим первый слой нам понадобится их много второй подождем немножко так я нанесла еще два слоя и не даже дожидаясь высыхания поддеваем краешек и снимаем трафарет об и теперь ждем пока лак наш подсохнет нанесем на него топ и встретимся с вами на через пять кстати хочу вам показать что если вы используете мат то одним трафаретом можно принципе обойтись на несколько ногтей вот смотрите я опять его приложила давайте сейчас я покрою просто лаком вот видите и так далее можно даже еще раз и еще а если вы используете трафарет сразу на ногти то я думаю больше одного раза не получится его использовать в общем ждем пока высохнет наш рисунок теперь смотри девчонки снимаем аккуратненько нашу наклейку я покрылась когда трафарет сняла я покрыла ее топом да нет вроде ничего что надо очень очень аккуратно снимать так теперь отрезаем ненужное можно даже не аккуратненько видно и с этой стороны тоже надо убрать хотя нет мы его потом просто продавим пушером теперь стараемся аккуратно разместить наш ноготь так есть хорошо прижимаем и убираем острой стороной пушера то что нам не нужно просто как обычно мы делаем с нашими наклейками просто продавливаем добавляем Продолжаем. Продолжаем. Еще раз хорошо прижимаем. Здесь обрезаем ненужное. Возьмем жидкость для снятия лака. У меня всегда без ацетона. Пройдемся аккуратно по краям. Подогнем немножко. Вот смотрите. Сейчас покроем топом. Замечательно. Упс. 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 Вот такие, а, да, кстати, здесь я еще сняла с нашего трафарета, он же у нас голографический, вот-вот такие лепесточки, но я их сейчас, наверное, сниму, они очень мне нравятся, и поставим сюда с вами стразик. Так, вот смотрите, вот такой маникюр у нас получился, хотела еще что добавить, вот эти остатки с трафарета, их ведь тоже можно использовать, с лепесточками не очень красиво получилось, поэтому я и сняла, но в принципе, смотрите, вот эти, типа как треугольники, их тоже можно использовать, вот эти все части, и если вы клеите трафарет не на ноготь, то не забывайте о том, что, а, на мат, не забывайте о том, что его можно использовать много раз, то есть вам, в принципе, одного трафарета хватит на, ну вот у меня, я сделала вот этот, второй, и прикрепила, еще он очень хорошо держится, то есть можно сделать и третий, и четвертый, я думаю. Если вам мой способ понравился, оставляйте свои комментарии, заходите на мою страничку в инстаграм, я там выставляю свои маникюрчики, если хотите увидеть какой-нибудь определенный маникюр в моем исполнении, тоже пишите мне в комментариях под видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, спасибо, что меня смотрели, пока!